Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. От белорусской молочки до отечественных грузовиков. Президент обсудил сотрудничество с послом Узбекистана. Я хочу вас поблагодарить за все то, что вы сделали. Чего удалось достичь всего за несколько лет. Расследование завершено. СК прокомментировал подробности поджога Бобруйского пункта охраны. Что грозит обвиняемому? Будущее в наших руках. Я, кстати, благодарен Бобруйску за вот эту внутреннюю искренность и интеллигентность. Город в очередной раз провел диалоговую площадку, о чем говорили. А также онлайн-университет, оранжевый уровень и презентация фильма. Кинотеатр Мир показывает документальную ленту. Какую? Александр Лукашенко встретился с послом Узбекистана. Речь шла о развитии отношений между государствами. Насержан Юсупов завершает депмиссию в Минске. В период пандемии страны удержали планку сотрудничества. За 11 месяцев прошлого года товарооборот увеличился почти на 5,5%. Это минимум 225 миллионов долларов. Существенно выросли поставки в Узбекистан белорусских мясных и молочных продуктов, а также кондитерских изделий. А еще мы экспортировали грузовики, тракторы, лекарства. За несколько лет сделано то, что не удавалось зачетвить вековую историю депоотношений. Я хочу вас поблагодарить за все то, что вы сделали на посту посла очень близкой и дружественной нам страны. Это во-первых. Во-вторых, все, что сегодня сделано между нашими странами, вот тот прогресс, значительный прогресс в развитии наших отношений, связан прежде всего с моим добрым другом Шавкатом Миромоновичем. Это человек, я убежден, не потому что он мой друг, которого Узбекистан будет боготворить. То, что он начал делать после определенного периода развития независимого Узбекистана, завтра будет видно в положительном ключе. В этом году в Узбекистане пройдут президентские выборы. Но какие бы политические перемены не происходили в стране, по-черкнул белорусский лидер, важно не допустить падения взаимодействия. Единство, развитие, независимость. Три крита, на которых в будущем должно строиться белорусское государство. И в то же время, так звучит лозунг 6-го Всебелорусского народного собрания, до старта которого осталось меньше недели. Свои работы продолжают и диалоговые площадки. Бобруйск мейстрим поддержал. На встрече горожанам приходят не только руководство, но и известные медиаперсоны. Как будем жить дальше? Вопрос, который волнует каждого из нас. Все ответы страна должна получить совсем скоро. 11-12 февраля в Минске пройдет главное политическое событие. Всебелорусское народное собрание. К нему делегаты должны подойти во все оружии. Одной из форм подготовки стали многочисленные диалоговые площадки. Очередную принимал «Красный пищевик». В конференц-зале «Зефирной фабрики» представители депутатского корпуса, СМИ, педагоги, промышленники. Практика проведения этих диалоговых площадок, она показала, что от людей, скажем так, снизу, по инициативе общественных объединений, гражданских инициатив, просто граждан, которые принимают участие в таких форматах, звучит очень много нужных, обоснованных, нередко острых, конструктивных вопросов и предложений, которые можно имплементировать в государственное строительство. То есть такого рода связь между людьми и государством, она просто необходима, она является, на мой взгляд, обязательной для того, чтобы обеспечить стабильное, бесперебойное развитие государственной системы. Тема единения стала первой. Не зря 2021 указом президента получил статус Года народного единства. Огромную роль в этом отвели и средством массовой информации, классическим и современным. Региональные СМИ не должны отставать от своих старших братьев, республиканских, но и здесь человек – основное звено, подчеркнули эксперты. В момент раскола, в момент конфликта всегда на передний план выходят люди с четкой гражданской политической позицией. Так было во время революции, так было во время Великой Отечественной войны. Эти люди поднимали в бой полки. Сейчас такая функция лежит на людях, которые медийны, которые узнаваемы. И те люди, которые не изменяют своим жизненным принципам, своей гражданской позиции, своим политическим взглядом, они ценятся. Тут же главное – искренность. Если ты говоришь искренне, если ты говоришь от себя, тебя будут слышать, тебя будут слушать. Я, кстати, благодарен Бобруйску за вот эту внутреннюю искренность и интеллигентность. Честно говоря, ну мало в каких регионах, пусть не обижаются Беларуси, можно найти такое количество искренних, внутренних, уверенных в себе людей. Кто не работает, тот и не ошибается. Участники открытого диалога сошлись во мнении, что да, просчеты были. В этом случае необходимо найти точку роста, чтобы выйти из сложной политической ситуации. Коснулись и темы экономики, ведь от ее уровня зависит благосостояние наших граждан. Рост ВВП и зарплат, поддержка молодых семей и развитие IT-сферы – главные приоритеты, по мнению многих специалистов. Самое важное – это внятно объяснить и предоставить образ будущего для Беларуси, то есть того государства, которое мы намерены строить не только в краткосрочной перспективе, на пятилетку, но в долгосрочной перспективе, в чем наша устойчивость, кем нас ориентирует. На мой взгляд, это простые ценности – мир, суверенитет, взаимоуважение. По завершению Всебелорусского собрания уверены участники, работа диалоговых площадок должна быть продолжена, так как именно на местах можно узнать проблемы, которые напрямую волнуют людей. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Следственный комитет озвучил подробности поджога пункта охраны в Бобруйске. Расследование завершено. Материалы проверки переданы в суд. Инцидент, напомним, произошел в сентябре 2020-го. По данным следствия, 42-летний местный житель под градусом разбил стекло в опорке, облил двери горючей жидкостью и поджег. Подозреваемого задержали 2 ноября. Ему вменяют хулиганство, покушение на уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом, обвиняемый под стражей. По информации Следственного комитета, он признал вину в полном объеме. В рамках гражданского иска мужчина обязан возместить ущерб, потраченный на ремонт помещения. Школьный обед, квартиры на вопрос и новая схема. В стране активизировались кибермошенники. Как не стать жертвой обмана? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Правительство повысило нормы расходов на питание в детских учебных заведениях. Цифры разные, зависят от возраста ребенка и времени пребывания в учреждении. На одного дошкольника будет приходиться от 2 до 5 рублей в день. Кроме того, повышены нормы и для учреждений среднего образования, в том числе в которых обучаются дети с особенностями развития, а также нормы расходов на питание участников образовательных мероприятий. Беларусь и Китай заключили соглашение о строительстве 20 социальных домов. Документ закрепил договоренности, достигнутые в мае 2015-го в ходе встречи Александра Лукашенко и председателя КНР о направлении технико-экономической помощи на строительство социального жилья в нашей стране. Сообщается, что квартиры получат граждане, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеют право на получение сот жилья. В Беларуси активизировались кибермошенники. От имени службы безопасности банка злоумышленники сообщают о проведении служебного расследования. По факту хищения денег клиентов неустановленным сотрудникам. В связи с этим просят не звонить в банк, мотивируя это тем, что звонок может помешать расследованию. Далее звонок переключается на псевдосотрудника милиции, который продолжает вводить клиента в заблуждение. Онлайн-университет для старшего поколения открыли в Беларуси. Главное преимущество нового проекта – возможность учиться из любого уголка страны. Виртуальный вуз представляет собой специальную платформу, где будут собраны десятки видеокурсов. Есть лекции, которые можно прочесть или посмотреть в записи. Например, как открыть свое дело на пенсии. Интернет-платформа пока работает в тестовом режиме. В стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за сложных погодных условий. Местами прогнозируются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. На отдельных участках – гололезица. ГАИ призывает белорусов к повышенной внимательности. Мокрый снег превращает проезжую часть в кашу, значительно сокращая сцепление колес с дорожным покрытием и увеличивая тормозной путь. Поэтому двигаться в таких условиях нужно осторожно, соблюдая дистанцию и скоростной режим. В Беларуси выздоровели и выписаны 241 150 пациентов с КОИ-19. Зафиксированы 253 413 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего пройдено 4 519 705 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Число акцинированных от коронавируса превысило количество заразившихся – 105 миллионов против 104. В парламентской ассамблее Совета Европы препараты от КОИ-19 признали, цитата, «глобальным благом». И отметили, сейчас важно преодолеть настороженные отношения к хуманизации у граждан. Однако, что делать с теми, кто хочет, но не может вакцинироваться? Ответа на этот вопрос у европарламентариев пока нет. «Где ты, Адам?» Кинотеатр «Мир» начал презентацию фильма обладателя Гран-при международного православного кино. Документальная лента – это редкая возможность заглянуть в закрытый мир монастыря на горе Афон, в святая святых православных людей, куда допускаются только мужчины. Съемка велась на протяжении 4 лет, с учетом того, что в монастырях это запрещено. Однако к создателям картины здесь проявились нисхождения и доверие. Фильм «Где ты, Адам?» будут показывать в кинотеатре «Мир» до 10 февраля. Сеанс в 3 часа дня. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!